Накладывали, значит, это самое, значит, как он называется, глину, наверное, этот, нет, как же, из чего она, из гипса, господи, я забыл это слово. Меня накладывали кого-то, что-то из гипса, я там два часа сидел, значит, дышал через дырочек вождей. Его не хотели принимать ни в один театральный вуз. После сыгранных им десятков ролей Евгений Воскресенский мог бы посмеяться в лицо тем преподавателям, которые дали ему отворот-поворот больше 20 лет назад. Но он предпочитает смешить других. Замечательный комедийный актер, он не только на экране, но и в жизни, веселый человек с отличным чувством юмора. Я очень занимался музыкой, вот, я сам вообще из Челябинска, и вот закончил участие культуры, дежурство в хороводилении, и потом поехал поступать в Градский суд культуры, дежурство в хороводилении. Вот поступил, все прекрасно, с красным дипломом такое училище, все шикарное. Сдал специальность, с красным дипломом взяли просто на раз. Все, но потом как-то мне охладел к этому ко всему делу, вот, и стал ходить там в театральную студию, и забросил институт, и уже начал выступать в театральный институт. Но не поступил. Выход, да, на выход. Правильно иду? Правильно, правильно. Правильно, правильно. Очень сложный путь артиста. На сцену, очень сложный путь артиста на сцену. Я поступал там много, где поступал. Я в Питере учился, вообще занимался музыкой, учился в институте культуры в Питере. Потом, потом стал поступать там, в Питере, меня не взяли. Спросили как-то напрямую, вы где учите? Я говорю, в институте культуры? Вот, идите в свой институт культуры. Потом я в МХАТ приехал сюда поступать. В МХАТ мне сказали, что у вас нет данных. Так многие считают и до сих пор. Это не важно. А то, собственно, уже и... А то, собственно, уже и зал. Понимаешь, можно? Зрители сидят и ждут. Трижды я поступал в Питере, тогда в Ленинграде. Потом приехал в Москву, тоже не поступал. Говорили, что нет данных, профнепригодность, не тот прикус, не тот закус, не тот рост. Вышел говор не тот, там, рост, в общем, улыбка не та, еще что-то, все не то. Но вот так же когда-то, очень давно, в 1982 году, я спустился тоже по этим же ступенькам. По этим самым, по-моему, они так и остались здесь. И пришел сюда, вот, на улицу Вахтангова. Тогда она была улица Вахтангова, 12А, дом. Где распорогалась театральная училища Щекина. И сейчас она здесь, правда, кажется, тоже. Но это уже Николопесковский переулок. Это вернули ему старое название. Они скажут, не 15-й дом? Да. А, да? Да. С 5 часов еще, спасибо большое. В ГИТИС пришел, но что-то там, как-то так не нашел никаких приемных. Знаете, настолько-то какое-то было состояние непонятное. Кому поступать, что написано, что не написано, ничего не понял. У нас тогда пишут, знаете, 15, потом 25, ничего не поймешь. Извините, что я так это останавливаю. Но тут как-то вот приехал в Щекинское училище, и вот как-то сразу, как-то так вот, оно мне взяло. Взяло и учило 4 года. Ну, совершенно, вот с 82-го по 86-й год. Люди на улицах стали узнавать Евгения Воскресенского в лицо не после его ролей в кино, а после участия в телевизионных проектах. Это раз в неделю «Звезды говорят», астрологический прогноз с изрядной долей юмора и сольный проект «Евгейсти». Но первой программой была знаменитая «Обана» с Игорем Угольниковым. «Обана» родилась из капустников в доме актера на Тверской, на улице Горького тогда, вернее, Тверской. Тогда мы познакомились с Игорем Угольниковым, и как раз авторское телевидение начали свою деятельность в 89-м году. Мороз скрипчал, деревья гнулись, и улица Горького была здесь. Сейчас она, конечно, у нас Тверская, но тогда на улице Горького, вот в этом здании, находился дом актера. Наш любимый дом актера, который, к сожалению, сгорел. И вот там-то, на пятом этаже, пятый, шестой этаж, родилась наша передача «Обана». Что это у вас? Баллончик. Баллончик? Да. Что за баллончик? Газовый. Что? Газовый, говорю. Что? Да не что, а газовый баллончик. Что укресить, что я не понимаю? Как он действует? Вот так. Как? Не понял? Не, вообще ничего, хорошая песня. Была такая поговорка на 1 мая. Демонстрации же были там. На улице, или 7 ноября же у нас еще был праздник Октябрьской революции. На улице танки, а у нас концерт. Это была первая фраза, когда начинались у нас такие-то вечера. На улице танки, а у нас концерт. Которая здесь временная. Слазь, кончилось ваше время. Ребята, мы не устали еще? Не устали еще, а? Да устали, конечно. Ну так идите сюда, ребят. Ты что, обалдел, что ли, они тебя сейчас устроят здесь в одной отдельно взятой стране? Знаешь, что, Женя, добрее надо быть к людям. Знаешь что, Игорьич? И так же было во дни путча, когда мы сняли, по-моему, пятую или шестую программу, когда вот на улице были танки, а мы делали программу на наш концерт. Вот так вот. И темой, нашей следующей темой будет вопрос музыки, молодежной культуры. Вообще, что из себя представляет молодежь? Вот это, вот это, вот это. Ой, 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 не. Собственно, не знаю, что говорить. Давайте, давайте. С этой, конечно, мы, наверное, не были готовы. Нас как-то так выбросило девятым баллом, волной сразу, да, пшшш. Вот так вот. И когда тебя начинают хватать на улице, автографы распишите здесь, там на 100-долларовой купюре, там на 100-рублевой купюре, там еще где-то на шляпе, на руке, там на спине. Еще где-то на паспорте, на загранпаспорте, на военном билете, где мы только не расписывались. Как пригласил формат, ну капустники, он сам, это само по себе лежало на поверхности, потому что капустники, это тоже, что такое капустники? Это же листы капуста. Одно, второе, третье, пятое, десятое вместе капуста. Чем она объединена? Да ничем, корнем. А корень был дом актера, и корень это был авторское телевидение, которое предложило сделать эту программу. Игорь Угольников, и потом он нас всех собрал. И мы вот и начали из капусты, по листку, по листку, и набрали вот, так сказать, программу, первую программу, которая вышла в ноябре 90-го года. Вот и так и дальше пошло. Ну, мы были просто тогда первые, да, до этого не было. Нет, были веселые ребята до нас еще, правда. Но такой вот, как бы вот, в таком смысле не было, конечно, передачи. Мы были полупервые, поэтому нас запомнили, наверное. Да, вообще тогда для нас это было в Советском Союзе пригласить на первые, на, ну, сейчас это первый канал, тогда это центральная телевидение Советского Союза, вдруг нас, да пацанов, пригласить, пошутить. Это для нас было, конечно, ну, невозможное что-то, сон какой-то. Здравствуйте, товарищи, юмористы и сатирики! Же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же-же! Поздравляю вас с долгожданным выходом в эфир грандиозной, самой могучей программы «Обана!» Ура! Ура! Раньше мы, когда вот мы, когда было «Обана», мы о деньгах не думали, это было советское телевидение, зарплата и все это, ты снимаешься и все. Сейчас, конечно, надо думать о деньгах, думать о промоушене, в общем, конечно, ситуация изменилась. Раньше надо было просто иметь знакомых, и все могло быть как-то состоять. Сейчас нужно иметь сначала деньги, а потом знакомых. А на первом этаже этого замечательного здания, вот просто буквально, вот этот был вход, и налево было вот эти 4-5 окон, 6. Был ресторан, был актера, знаменит наш ресторан, где на 3 рубля артист после спектакля или до спектакля можно было вот укушаться до потери сознания. Вот эти вот окна, вот эти вот все, вот эти вот, вот эти вот, вот эти вот все вот окна, вот буквально туда, и был ресторан дома актера. Недобываемое, вкусное, дешево, сердито, пообщаться, это наше было любимое место встречи. В общем, как МХАТ родился в ресторане «Славянский базар», так можно сказать, что и наши программы, и многое хорошее родилось в этом здании, и, кстати, в этом ресторане тоже. И творческие какие-то премьеры, процессы, я думаю, что рождались именно здесь, в ресторане «Дом актера». Евгений Воскресенский звездной болезнью не страдал. Успех пришел к нему не в юном возрасте, и это хорошо, считает актер. В противном случае башню могло и сорвать, а так возникло лишь легкое головокружение. К нам вот эта известность пришла там, ну, мне было или 30, наверное. Уже как бы так, уже, ну, какой-то уже возраст, наверное, да? Вот, поэтому чем раньше, тем, наверное, сложнее к этому отнестись, относиться, и сокружение могло бы быть более мощным, и падение потом могло бы быть тоже более, ну, такое существенным. Вот, ну, но как-то это не произошло, не произошло. Как-то меня как судьба хранит. А вас ведь Николай Николаевич Лебедев звать? Да. Я знаю, я в объявлении прочла Николай Николаевич Лебедев, гипнотизер, да? Да. А я Надежда Петровна. Николай Николаевич. Очень приятно. Мне тоже. Я могу сказать, что я как-то всего добился и всего достиг. Я надеюсь, что все еще впереди. Но, тем не менее, вот этот выброс наверх, он как-то вот дал какую-то такую амплитуду, которую я там иногда по синусоиде вот так бы как бы какие-то есть провалы, есть какие-то всплески, какие-то провалы, всплески. Но, тем не менее, вот как-то так все время держишься на плаву. Всегда есть работа, всегда каждый год по три, по четыре премьеры. Может, они такие громкие, может, не такие блокбастеры, но все равно есть работа, она интересная. И я надеюсь, что дальше будет лучше. Теперь слушайте меня внимательно. Забудьте весь сегодняшний день. Забудьте меня. Забудьте все, что вы друг другу сегодня сказали. Что услышали. Забудьте обиды. Удозрения. Не надо друг другу лгать. Не называйте друг друга плохими словами. Надо быть добрее. Это же так просто. У меня ралей было достаточно. В общем-то, там сейчас уже около 60 ралей сыграно. Правда, больших ралей не так много. Да нет, не огорчало. Я думаю, что все равно еще все впереди. Самое лучшее всегда у нас же впереди. Поэтому я надеюсь, что я сыграю. А не так много надо-то. Смутуновский говорил, когда-то, в каком-то интерьере, по-моему, читал, что за всю жизнь три роли. Три роли. Остальное либо до этого, либо просто. Так что, три... Была ли у меня одна из них? Не знаю. Была ли у меня одна из них? Была ли у меня одна из них? КОНЕЦ Продолжение следует...